Всем привет! Вы на канале НСВЮ. Сегодня я расскажу про моих новых муравьёв, а именно про компонату Сингулярис. Поехали! Приехал этот вид ко мне пару недель назад, составом самка и около 40 рабочих. Среди них солдат было немного, что даёт надежду, что у меня получится поднять эту семью до больших размеров. Сразу после приезда я их заселил в ферму Panarin XXL от Antsmiths, которая, как по мне, является лучшим формикарием для них, так как в нём есть автовлажнение и перегородки, благодаря которым они не будут мусорить при маленькой численности. На данный момент у них есть большой пакет яиц, который даёт большие шансы на понятие этого вида. Кстати, я уже начал давать им тараканов для быстрого развития и они едят их с удовольствием. Теперь давайте поговорим об их уходе в целом и что нужно о них знать перед покупкой. Обитает этот вид в Китае, Лаосе, Таиланде и Индонезии. В семье может быть только одна нецикладущая особь. Кстати, к слову, семени не достигают более чем тысячи особей. Окрасы у этих муравьев очень красивые. Само тело чёрное, но голова красного цвета. Красиво смотрятся новорождённые рабочие, у которых головы оранжевого оттенка. Также впечатляют их размеры. Матка 22-24 мм, рабочие 19-13 мм, солдат до 22 мм. Формикария нужен для них с гипсовым блоком. Лучше всего подходит формикарий паниерин. Температура должна быть 21 до 28 градусов Цельсия. Влажность от 60 до 80%. Что говорит насчёт рациона питания? Питаются сахарным сиропом и белковой пищей. Например, тараканы, знахарь и мучник. Из интересных поведений можно отметить то, что всегда у входа в гнездо находится несколько рабочих. Также интересно то, что солдаты могут прокусить кожу человека, поэтому лучше пальцы не совать. Что насчёт планов на эту семью? Ну, прежде всего хочется поднять их до первых рабочих. Если это у меня получится, то хочу вырастить максимально большую семью, которую вообще можно вырастить в домашних условиях. Ну что, на этом у нас всё. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и покупайте Деревые фермы. Пока!